Если честно, у нас здесь жизнь уже приравнялась, как вот гетто в американских районах. Не стесняясь выражениях и не пряча лиц, здесь лишь малая часть возмущенных. Все они живут по эту, на горную сторону от реки Барнаулка. Всего порядка 200 семей. Они убеждены, когда начнется ремонт моста на Челюскинцев, передвигаться в своем районе им станет гораздо сложнее. Они пустят и большие грузы, и транспорт наш, то есть обычный транспорт. Сейчас лето будет, сейчас будут пробки. Людям просто не пробраться на тот берег. О ремонте моста объявили всего неделю назад. Стартом работ обозначили скорую дату 1 февраля. Но так как подробной информации не было, местные жители стали сами узнавать, как им все-таки переходить через речку. Показывают ответ аккаунта мэрии в соцсетях. Как вам уже сообщали, строительство нового временного моста приведет к удорожанию проекта. Реку можно перейти по пешеходному мосту в районе остановки Алтайский завод агрегатов. Пешеходника нет. Дороги какой-то, как нам предлагают, то есть напрямки нету, ничего. То есть как бы, как может, допустим, человек тут пройти. Тут получается, ну типа промзоны, базы кругом. Чтобы перейти на другой берег, где расположен детский сад, школа, транспортная остановка, нужно попотеть. Тротуаров здесь нет. Если мама идет с коляской, то ей очень сложно будет здесь проехать, если кто-то идет навстречу. Это лишь начало пути. Когда кончается кося тропа, выходим на проезжую часть. Опасность – одна проблема. Другая – километраж. Мы прошли больше двух километров по сугробам. Шли мы сюда минут 25-30. Мост этот самодельный, поэтому поддерживать его в рабочем состоянии должны будут сами жители. Вон она. Уже сломано все. Нет, она там запределила. До остановки общественного транспорта еще метров 500, а чтобы попасть наконец в сектор с детским садом, школой, местами работы многих жителей, еще километров вдоль обочины. Как вам такая прогулка два раза в день? Какая прогулка после инсульта? Нормально. У меня мать участник войны, я сейчас вот к ней должен вот здесь обойти вот этот круг, сделать, сюда выйти, на автобус сесть и уехать на Сулему, потом обратный путь также. Опробовать путь в другую сторону мы уже не решились. Он дольше – километра три. Хотя у того мостика, говорят жители, состояние еще хуже. Представьте, в темном переулке сделать, просто досточку кинуть. Ну это все, это конечно. Никто не пойдет, нормальный человек, даже взрослый. Я не решусь пойти. Во-первых, опасно, во-вторых, ну это как на дрезине через океан. Люди собрали около 200 подписей, чтобы переправа на время ремонта появилась рядом с мостом. Письмо люди направили в мэрию накануне. Временный мост будет располагаться рядом с автомобильным, выше по течению, то есть рядом буквально в ближайшем метре. Длина моста пешеходного стоит 36 метров, ширина 1,2 метра. Это временный мост, да. На период реконструкции. Потом движение будет считаться по основному мосту. Будет два тротуара по 2,25 метра. Подрядчик работ подчеркивает, что постарается оперативно построить переправу, чтобы людям не пришлось обходить. Общественный транспорт будет ездить в основном по соседней улице Гоголя. Изменения маршрута стоит учитывать уже к понедельнику, 1 февраля, когда мост закроют официально. Его ремонт продлится до ноября. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.